Мы с вами начали большую работу по теореме, помните, как она называлась? Теорема Ньютона-Лебенца. Мы на прошлом занятии вывели, как сейчас помню, форму, интерфляционную форму. Помните, такая была замечательная? Итак, что у нас было? Вот это у нас было. Да. Формула приращений Лагранжа. Но вообще мы остановились на теореме Вершстассе. Да, 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 я понимаю. Итак, это у нас дурак. Для любой дифференцируемой во внутренних точках непрерывной в концах отрезка функции существует точка внутри отрезка, производная в которой равна чему? Тангенсу, вот этого угла, отношению этого. Отлично. Если функция дифференцируемой во внутренних точках непрерывной в концах, то существует хотя бы одна точка, производная в которой равна отношению вот этих двух отрезков. Откуда получалась эта теорема? Откуда получалась эта теорема? С теоремой роли. С теоремой роли. Если у нас имеется функция, значения в концах при этом равны, она дифференцируема во всех внутренних точках непрерывной в концах, то обязательно есть такая точка, в которой производная равна нулю. Это что? Отлично. Откуда мы получали эту теорему? Теорема и Мирш-Транс, совершенно верно. Что такое теорема Ферма? Если есть максимум, то производная равна нулю. Это нет производной. Это модуль X. Это функция модуль X, определенная на отрезке от минус 1 до 1. В точке минимума, что у нее в точке минимума? Из-лим. Нет производной. Понятно? Потому что, если вы будете делить вот это значение функции, на это будет единица с этой стороны. А с этой стороны будет что? Минус единица. А значит предела нет. Производной у модуля нет. Таким образом, если во всех внутренних точках есть производная, и если мы найдем, чтобы во внутренней точке был максимум или минимум, то автоматически у нас вот и будет, что производная равна нулю. Итак, кроме теорема Ферма, еще что мы использовали? Теорема Ферма. Вер Штранса. Как она звучит? Потому что у микрором функции на отрезке А, В, есть максимум. Абсолютно верно. Если у нас на отрезке есть любая функция, то у нее есть хотя бы одна точка максимума. То есть, значение функции такое, что все остальные не больше, чем это значение. И хотя бы одна точка минимума. Случайно, конечно, максимум и минимум могут быть значениями в концах отрезка. Но смотрите, если ситуация типа теоремы Ролля, то не может так быть, что и максимум, и минимум это обязательно концы. В смысле, может, но это означает, что вся функция равна постоянной. Вспомнили? Да. Вспомнили. Отлично. Теперь давайте вспоминать. Теорема Ферма мы доказали? Да. Доказали. Теорема Ролля, доказали? Нет. Нет. Так, возьмите. Мы не доказали, что отрезок в компакте. Давайте заново напомните. Рассмотрим отрезок. Докажем, что если мы покроем его открытыми множествами, то из них можно выбрать конечное подпокрытие. Предположим противное, что нельзя выбрать конечное подпокрытие. Разубьем наш отрезок на две части. Попало. Если для этого есть конечное подпокрытие и для этого есть конечное подпокрытие, то можно взять их объединение. И мы найдем конечное подпокрытие для нашего отрезка. Значит, будем считать, что хотя бы для одного нет конечного подпокрытия. Разобьем его на две части. Но, опять же, для вот этих двух частей можно сказать то же самое. Значит, среди них найдется плохая. Ну и так далее будем делить. И, в конце концов, пройдем к какой-то точке. Это либо по теоремам обложенных отрезков, либо можно там в виде двоичной дроби представить. Ну, передать в виде двоичной дроби это фактически напомнить доказательства теорема обложенных отрезков. Ну да. Ну, в смысле? Все хорошо. Смотрим, когда мы определяем действительно чисто. Конечно, конечно. Дальше. Вот. Так, ну что-то у нас есть точка. Ну, докажем, что она у нас не покрыта. Ну, действительно, пусть она у нас покрыта. Каким-то множеством. Каким-то, я не знаю. Ну, тогда, как отрезки, содержащие ее, становятся сколько угодно малыми, значит, можно здесь взять настолько маленький отрезок, что у нас он будет полностью лежать в этом открытом множестве. Ну, по определению множества, есть такой вот такой, такая пресная точка, которая полностью лежит в нем. Ну, отрезок может сделать еще меньше радиус этой пресности. Ну, тогда он, значит, он полностью будет лежать внутри множества. Ну, значит, мы получили противоречие. То есть, точка покрыта быть не может. Ну, а мы предположим, что изначально все покрыто. Это вы про компактность объяснили. Ну, и что? Не знаю. А, не знаю. Понятно. Тогда я вам напишу факт. Образ компактного множества при прерывном отображении. Компактный. Связанное и компактное напрямую. Это что такое? Конечно. Связанное и компактное под множество прямой – это отрезок. Пожалуйста, посмотрите на эти наши три теоремы и поймите, что из них теоремы Гештаса очевидно следует. Да, понятно. Потому что отрезок, он связан и компактен. Образ связанного множества связи, образ компактного множества компактен. И по теореме 3, связанное и компактное под множество – отрезок. Образ отрезка – это на самом деле отрезок. Маленькая проблема. Что такое компакт? Вам Андрей рассказал. А что такое связанное множество? Я уверен. Вот здесь голосование. Кто знает? Что такое связанное множество? Никто не знает. Это не случайно. Дело в том, что, в общем, это вполне интересная штука. Как сказать, что какое-то множество на прямой является связанным? Может, если возьмем какую-нибудь окрестную точку на этой прямой, то в нее попадут как бы… Нет. Желательно дать определение связанного множества, которое будет годиться и для других, кроме прямой. То есть, на прямой-то можно было бы такое дать определение. Множество связанное, если вместе с любыми двумя своими точками оно содержит весь отрезок. То есть, на самом деле, на прямой связанное и выпуклое – это просто одно и то же. Но, согласитесь, что вот если на плоскости, скажем, вот такое множество, оно связанное. Понимаете? Но оно не выпуклое. Поэтому хотелось бы дать определение связанного. Кто-нибудь придумает? Сейчас. Для любого эпсила больше, чем миллион. Для любого эпсила больше, чем миллион. Для любого эпсила больше, чем миллион. Для любых двух точек найдется путь по точкам множества. Удаленный групп от друга не больше, чем мне эпсила. Ух ты! Ух ты! То есть, вы дали хорошее определение. Оно, как вам сказать, оно… Значит, можно… То есть, множество рациональных чисел будет связано, по-вашему. Да. Потому что там можно… Нет, ребята, понимаете, да? Это у него просто богатая практика бега по болоту. Он считает, что если бы там много кочек положили, и можно скучки на кочку перепрыгивать, и куда хочешь добежать, то это связано. Это не такой европейский подход к делу, когда нужно, чтобы тебе дорогу сделали. Вот. А, ну, такие белорусские болота, да? Что вот, если от точки к точке любой коротышка, там, со сколько он маленькими ножками может пробежать, перескать его из кочки на кочку, то тогда множество связано. Ну, вообще, это интересное определение, но я должен сказать, что оно все-таки не является математическим определением. Что тут, наверное, можно взять с просто точками границы просто и смотреть, что… Ну, замочитесь с этими самыми границей. Нет, давайте я скажу так. На самом деле, есть два действительно часто используемых определения. Одно определение – линейная связность. Это вот как это, когда любые две точки множества можно соединить непрерывной кривой. Что такое непрерывное кривое? Это непрерывное отображение отрезка в этом множество. Ну, здесь как бы параметр, вот это там, ну, время, отмеряется от 0 до 1. И вот если берешь две точки множества, и можно их соединить кривой, которая вся лежит в множестве, а кривая, повторяю, непрерывное отображение отрезка в этом множестве, то тогда говорят, что множество связано. Вот. Это одно определение. Но, на самом деле, оно, как вам сказать, когда вы его используете, вам реально нужно все эти теоремы более-менее уже знать. И часто оно является менее удобным. чем другое. Второе определение такое. В общем, с первого раза обычно люди его совершенно не понимают. Определение такое. Множество связано, если его нельзя разбить на два не пересекающихся, не пустых, открытых подмножества. Давайте я это запишу, потому что это очень важное определение. Как ни странно, работать с ним очень легко. Работать с ним очень легко. А вот с первого раза понять его довольно трудно. Итак, определение. Топологическое пространство связано, если нельзя его разбить на два не пустых, не пересекающихся подмножества. Открытых? Сейчас, смотрите. Да два не пустых, не пересекающихся. Разумеется, открытых. Конечно, открытых. Иначе бессмысленно. Открытых подмножество. Так вот, господа, смотрите, что нужно… А? Ну, границы не войдет. Вот они туда включаются. Я не пересекаю. Нет, вот смотрите, я вам могу привести пример двух… Нельзя одно множество. Вот представьте себе, одно множество состоит из внутренности вот этой фигуры на плоскости, а другое – это прямоугольник. Заявление. Мы обмножим это множество разбить на две не пересекающихся, внимание, открытых части. Почему открытых? Казалось бы, здесь есть граница, как вы говорите. Здесь есть граница. Ответ такой. Что такое по определению открытое подмножество? Это когда вместе с любой точкой вся окрестность принадлежит множеству. Значит, у нас нет никаких точек вот этих вот, а точки пространства нашего исследуем, это только вот эти, то окрестность, она имеет форму не круга, а полукруга. И она вся входит. Если наше топологическое пространство состоит только из вот этих вот точек, то тогда окрестность, она не круглая, она более хитлой формы. То есть важно пересечение открытого круга с этим множеством. Ну, это ведь просто шарик с этим множеством, на прямой интервала с этим множеством. Так, смысл поняли? Вот. Так вот, ребята, обратите, пожалуйста, внимание, пункт доказательства, которые я вам предлагаю, он, в общем, не такой уж и простой. Поэтому у меня к вам предложение. Давайте, во-первых, обязательно сегодня его пройдем. Ну, это нужно. Потому что все эти теоремы нам действительно нужны. А во-вторых, пожалуйста, подумайте, нет ли, извините, способа доказать теорему Вейерштрассе в прямом. Потому что как-то уж это все слишком мудрено. Хотя это все нужно понимать, это все нужно учить, безусловно. Мы сегодня все это сделаем. Но нельзя ли теоремы Вейерштрассе доказать по-человечески? Итак, альтернативный способ доказательства теоремы Вейерштрассе заключается в следующих двух леммах. Лемма 1. Если функция, определенная на треске АВ и принимающая значение в множестве вещественных чисел, непрерывна, то F ограничена. Лемма 2. Если некое число С – это точная верхняя грань всех значений функции. Множество всех непрерывных функций обозначается САВ. С – это первая буква от слова «continuous». Просто чтобы каждый раз написать функции непрерывно на отрестие. Так вот, то существует такое Х, что С равняет С ф от Х. То есть число С достижимо. В какой-то точке значение функции как раз равно числу С. На самом деле второй способ, пожалуй, попроще. Все-таки, заметьте, не три теоремы, а всего лишь две леммы. Давайте. Теперь хотите первым способом, хотите вторым. Чёр��. respecto mieć там мастерские факторы. Под